Доброй традицией на Руси было танцевать на праздник кадриль. Вот и гостям арт-фестиваля сохраняют традиции. Она пришлась по вкусу. На самобытном празднике творчества участники могли узнать о старинных ремеслах, примерить на себя роль русских мастеров. Мы учим росписи на деревянных досочках. Это городецкая роспись. Появилась в середине 19 века. Набирается краска на кисть и одним мазком рисуется. Например, как вот эти цветочки. То есть набирается краска и вот такими мазочками мы рисуем. На фестиваль приехали участники губернаторского проекта «Активное долголетие» со всего Подмосковья. В Орехово-Зуевском парке Победы собралось более 300 человек. Организаторами праздника стали сотрудники Орехово-Зуевского КЦСОН. Они делились гостями знаниями и опытом в рукоделии. Во все времена женщины старались себя как-то украсить. Делали бусы, делали какие-то броши, украшения, без бисера вышивали. А мы делаем сегодня здесь украшение такое уже более современное – брошку-зонтик. Здесь проводилось около 20 мастер-классов. Учили многому – расписывать дерево, рисовать картины, использовать необычные техники. Работы получались разные. Наибольшего усердия требовала пирография. Выжигание по дереву – хоть и не старинное ремесло, но среди долголетов дело популярное. Развивают усидчивость и внимательность. Не спеша, не спеша, не спеша. Вот, вот, потихоньку, вот. Любителям активного отдыха предложили вспомнить исконно русскую забаву городки. Выстраивается город. Первый делает бросок правой команды и кидает с кона. Если они разожгли город и выбили хоть одну рюху, то переходят на полукон и продолжают игру. Итак, чья команда за меньшее количество бросков сделает первый город. А еще играли на разных музыкальных инструментах. Традиционные деревянные ложки соседствовали с нейроложками. Те не только громче звучат, но и помогают бороться с болезнями. Мы выполняем специальные упражнения на этих ложках, которые тренируют, вот так можно правильно сказать, координацию внимания. То есть смена упражнений очень быстро происходит. Тем самым мы межполушарные взаимодействия улучшаем и профилактика болезни Альцгеймера. Традиции на фестивале переплетались новшествами, но это никого не смущало. Главным было создать хорошее настроение. Происходит мастер-класс по музыкальным бумбокерсам. Это такие музыкальные инструменты, которые очень хорошо способствуют развитию межполушарного мышления. Праздник продолжался несколько часов и подарил участникам массу ярких эмоций. Ну я в восторге, все прекрасно, все интересно. Нам здесь очень нравится, мы немножко прессовали, немножко помассажировали руки. Так интересно, хочется самой сделать. Очень мне понравилось мероприятие, мы все в движении, все в восхищении. Это продляет жизнь, на том и живем. В конце фестиваля всех участников ждал вкусный обед в арт-кафе.